итак 11 часть инфоэмуса часть 3 я настоятельно рекомендую вам посмотреть предыдущие мои два выпуска потому что там я прохожу предыдущие 10 частей этой франшизы и поверьте мне это просто нечто вам стоит это видеть нет не потому что это круто потому что нихрена не круто потому что трэш и угар нереальный просто если я вас заинтересовал прошу смотреть мои прошлые два выпуска ежели нет и вы хотите посмотреть только этот ну вы честно говоря многое теряете ну да ладно где кто уже видел мы или те кто хочет пропустить то что или короче не важно мы просто продолжаем проходить часть номер 11 что прошлое было 10 я даже не знаю чего ждать этот человек непредсказуем я вас собрал сюда чтобы вы собрали apple вот я же говорил я вас собрал сюда чтобы вы собрали ополчение ну вот это пожалуй офигенная фраза вы уже понимаете о чем идет речь колы зигра маскированы под ополченцев поэтому их никто не видит еще я возьму с собой два ополченца нэйта и джона почему джона кстати это псевдоним пола почему джона потому почему он ты даже только единственный раз увидел его в глаза в прошлый раз когда кол встретился с ним и тот увидел его впервые и гол произвел на него не самое лучшее впечатление ларош назвал его чуть ли не идиотом и теперь он говорит что он возьмет его с собой нейт то есть зиг каким-то образом уже успел внедриться в ряды ополчений заслужить хоть какое-то доверие потому что его назвали по имени а вот за какие заслуги он собирается брать с собой джона то есть кола вот это уже извините меня перебор все идите а вы за мной почему ты не возьмешь двух своих самых лучших солдат придурок идите наверх ну хоть мне дали управление хоть не придется как в прошлый раз носиться здесь не смотреть как кола ходит пешком и господи насколько же это было скучно но самый скучный момент за всю историю прохождения миссии пользователей хоть здесь ну а попались ты умеешь телепортироваться ты что что был внизу из чего это сделано почему я не знаю таких предметов в редакторе попались главное зика здесь нет заметьте ведь он сообразил сволочи вот почему он выбрал именно двоих вы думали я не угадаю ваша аферу кол скажи спасибо зику без его кроссовок я ничего бы не узнал господи лароша такой дошло и что прямо смотришься в кроссовки каждого своего подчиненного которых просто тьма тьму щитина смотришь на кроссовки каждого думаешь зик или не зик зик или не зик или так у него такие кроссовки где же я такие видел узи к а почему ты не подумал что они могли их ограбить и забрать его кроссовки и почему здесь нет дико ладно я пошел а то через минуту взорвется форт филипп ты идиот ты хочешь взорвать собственную крепость собственной собственный убежище ты хочешь это все дело взорвать да просто так вот тебе захотелось захотел взорвать и тебя никто не остановит выберитесь из клетки господи это же пипец сложно у боже я не могу выбраться пошел в задницу слышь черный ублюдок и бессмертный что ли я из тебя в море скину и расстреляют твой туп еще мегаваттным молотом и еще просто молонами дополнительно еще кинул остальных дранат несколько штук и он все еще жив поверьте потому что по сюжету этого не было то что не было по сюжету не считается да уж а я уже было считал что это конкуренция моей новой жизни но нет нет фу успели успели до чего взрыва же не было убежал что все что даже взрыва не было часть 12 мы подходим к финалу последняя часть которая видел это 14 может есть еще но это последняя которую я успел видеть самый большой номер и чё делать чуде выбрались из клетки форс взорван хорош на свободе кстати как он успел убежать непонятно надо искать хороша убивать его к чертям собачьим потому что так жить нельзя и напомню и моя личная версия что это не ларош я знаю чем делать скорейтик дошел за лароша я на него подцепила маячок ухты куда вот координаты зик но ты крут как будто я не знаю вот значит как маячок и он этого даже не заметил либо зик обладает невероятными навыками стелса либо ларош идиот либо это и другое вместе взятое что дает в коэффициенте именно такой результат что же это кстати говоря последний на сегодня часть поэтому успеем пройти это и еще возможно таких если ужасно настоятельных а форт не взорван а здесь на чем он был за нет ну не а то но почему такое должно происходить а я могу это доиграть ха круто значит доигра он на другом острове а нельзя было меня комиксом туда переместить несложно же или в этом есть какая-то какой то какая-то суть чтобы я добираться именно пешком что я допустим получал это какое-то удовольствие или успею приметить что-то по пути что потом дальнейшем не поможет сражение с ним на первую эту тёлку и вот эту тёлку и вот этого мужика которых я потом соберу свою собственную коалицию и наставлю противополченцев и я уверен они мне помогут и сделают всю работу за меня я буду бить баклуши и валять дурака по бродвею пока пока так как получает они могут что чуть что держит за лыб привязался так проводил спрещен на ястрол на ваши запреты поэтому я могу здесь пройти я же нашла рушь что он сделает здесь он хочет оживить зверя и вольфа но зачем мне понять зачем хочет владеть всем миром но непонятно в скорее у него это не получится и скорее всего это даже не ларош я все еще в этом а ты здесь что делаешь когда просто здесь сюда так же как я быстро даже быстрее а ты как чтобы попал быстрее меня действительно я тоже сам вопрос на метро так это заброшенный затопленный город и индустриальная зона откуда здесь метро то есть затопило к чертям собачьи ну а так он оживил вольфа не может быть у него способность оживлять мертвых я иду спуститесь с крыши уехали чего куда уехали и уехали пока я павел скажи же догоните машину то есть они стояли а пока я падала не успели уехать на машине километр назад я чё завис во времени а вот их лимуси действительно как так можно могло получиться что машина выйдет быстрее чем я приземлюсь с крыши здания джища так полагаю что это сейчас было откуда взялась эта странная скорая и почему она появилась так внезапно и и каким образом что вообще здесь происходит что это может значить мне нужно сейчас войти в playstation network потому что иначе не смогу увидеть продолжение си из замечательной великой франшизы так ну и чё поиск и нам нужна часть номер тринадцать вот 5 звезд за что опять же непонятно мне даже нужно быть психом чтобы это было забавно мне достаточно просто комментировать они же только что вырезались друг у друга теперь они перевернуты так как будто и разбросала атомным взрывом ну или просто взрывом ай и отбросила что за хрень уничтожьте пожиратели я уж не спрашиваю откуда ты взялся у меня я знаю что ты очень любишь кушать кластерные гранаты но чё понравилось нет нет это не может быть то есть откуда-то взялись еще болотные монстры но против нет криперы что-то вы не залезете еще пожиратель уго ауч я этих себя убил ладно давайте еще раз это экшон так отбросила так вот он орёт помирай я случайно но он умер умер все вода не бегу значит и непонятно где но от этих газов я знаю как можно спрятаться достаточно просто залезть на землю но он еще жив ваша мать этот литая жопка все еще жив слышь говно слышь говно и считаю умри все ура нет он еще жив последние как это возможно то охренеть мне даже не давай его но заряда нету с собой давай еще раз жри 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 это говно так ну вот все давай умираю еще раз снова да чё за хрень он чё бессмертный что чё когда зажимает когда я убиваю его а ведь из него все остальные ну вот все а я надеюсь это все что они все умерли как на рожь на рожь я так никого не победил вернее не всех но до 14 часть это последние или нет или потом спустя месяц я убежу продолжение виде еще до 10 частей так уже наступил ночью я пропустил вот это что такое было вообще прикинь короче побежать и пожирать делать такое вообще орет а меня это уши заложило короче скорая помощь откуда-то врезается сберется лимузином взрывается там те что были внутри они погибли короче а потом нападают молодые монстры короче и потом они пытаются меня короче убить но я типа такой крутой я же колл латыжи дальше я их побеждаю а потом наступает ночью а ларош лароша он не отвечает и не так дал делся он скажи мне пожалуйста зига я не знаю что делать опоздал ты зига иными словами то есть я опоздал я остановил лароша то есть столкновение а это ты стал машине скорой помощи но спасибо зига ларошу лизнул улезнул если вы сейчас видели мэриц вы поняли что я в недоумении во первых зачем так много грузовиков в ряд и во вторых они выезжают из внимания обратите что позади позади них находится а позади них находится странное болото там вода и они оттуда все выезжают такой колонны линии даже им не тесно совершенно они тут устраивают вакханалию оао типа крутой кадр ч ч ч ч ч просто что получение и свяжите одного из них а а а а за что не быть выжил пожалуйста а вот это не сообщили вот так у тебя мы свяжем тебя я пока еще не решил путем тебя говори где лароша не скажу убирать может убить ополченцы или оставить его в живых как я оставлю его в живых я даже добиволись и суда или между был действительно сначала пошел ты свои города и куда подальше Так, ну вот, Зик меня зовет к себе. Будут устроили такую вот вакханалию. Вы что, уснули? Возвращайтесь в первое убежище, говорит Ларош. А они, может, адрес забыли записать? Нет, похоже, это не конец. Похоже, есть продолжение, но его нет. Я постараюсь найти часть номер 15, но я вам это не гарантирую, потому что я видел последнюю только часть номер 14, кое-ю, мы сейчас прошли. Ой, не надо мне такого счастья. О, 15, финал, смотрите, мы можем. Че? Нет! Какая ошибка? Какой обмен данных? Вы что, зуборухнули что ли? Вот они. Они, это кто? Лароши, ополченцы? Да, они зачем-то хотят гротить Вольфу расправой, несмотря на то, что Ларошу нужен живым, и чтобы он сделал энергоядра. Все, я пошел. Так же было в прошлой части. С чем связывается? Одного из них, если тут рядом стоит Лароша, можно его грохнуть и, наконец, положить всему этому дерьму конец. Куда они, кстати, делись, Лароши и Вольф, непонятно. Остались только этот круг идиотов, анонимных алкоголиков. Хеллоу, пеппоу! Это я, да. Рад, что вы меня узнали. Ну, чуть-чуть, только-чуть немножко, самую мало столько. А так, в принципе, я живее всех живых. И вам меня не одолеть. Собственно, что и произошло. Один из них должен быть жив. Даже двое. А, пошел! Ларош, куда? Столько выстрелительных знаков. Просто, я же с какой... Ты как должен орать кул, я даже не представляю. Куда! И это, короче, еще в 10 раз громче. На мосту, около форта, Филипп. Зачем он туда пошел? К мосту, вернее. Там было написано. Зачем он туда пошел? Скажите мне. Что ж там интересного? Форт-то он вообще, нахрен, взорвал к чертям. Непонятно, опять же, зачем Но это его желание Его желание закона А если его желание закона, то законы должны исполняться Такие, вот, как колл Законы должны нарушать ради этого ЛАРАЖ Редколл, и тут есть еще банда Полченцов Полченцов убирать Ну, а ты-то откуда взялся, слышь? Сколько можно? Говорит колл, действительно, эта тварь уже досталась Совсем Бертранд-то мертв, откуда монстры? Ну, наверное, ЛАРАЖ, это ест, Бертранд, я же знаю Сколько можно? Задолбал Двое Эй-эй-эй-эй-эй, вы че, охренели, посуны Уничтожки противников Это не противники, это просто сущий ад какой-то О, и вздох, смотрите Ладно Открой рот, скажи, ау, ублюдок Давай, я жду твоих действий Да, хахахахахахахахаха Клёзы Получай вкусную Какашку электрическую тебе Ты же это любишь, но очень я же знаю Тебя с рождения Слышь? Давай, я тебя покормлю Ценец Из гонезда О, еб все крупнокалиберные плевотины в меня пуляется достал просто слышь что я не надо меня своим языком и не надо все замочил но все тебе конь да блин я же вас обоих уже замочил еще один откуда вы все вылезете то блин ничего он замочил типа головы дарьте лароша разрядником а я сам с тобой я не получил случилось часто боковой бабах вы чего 40 мем спустя пол укол я в порядке а он вот и смотрит наблюдает конец чувак че мне было сказано подойдите к лароша подошел к ларошу бабах конец и это финал и это финал это вот то есть что взорвалось почему ларош взорвался где этот автор любит пафос а где пафос был где пафос вот вот должно же быть такое типа все опять тебя больше никто не спасет говорит кол ну давай что ты мне сделаешь я же тебе был тебе другом ты поднимешь на меня руку кол ну давай и такой он говорит ты не друг ты превратился в чудовище с чудовищами поступать так же как они должны поступать другие на ходу придумываю но уж точно не подошел к ларошу бабах и кол жив ларош мертв зиг жив ку мертв вальф ау с ряскала про вальфа потому что в этот момент меня подпишись ему из плэстейшн гаторг нахрен бы с ним с вольфом у нас еще осталось а может сказать и не осталось времени на то чтобы еще поснимать мы выполнить рада что одну миссию но таким образом я скорее испорчу впечатление от этой франшизы которые мы имели возможность наблюдать на протяжении данных трех серий поэтому давайте на этом я закончу на этом самом быстром внезапно беспощадным и бессмысленном финале который я когда-либо видел хотя я на самом деле вру на самом деле я видел гораздо хуже или не видел я вообще не знаю почему это отвратительный финал так или иначе зато миссия заставили нас поугарать по крайней мере меня точно поиспалмить поломать себе мозг который даже сейчас дает свои признаки бьется в конвульсиях и пытается доказать мне теорему пифагора на земляных червях но так или иначе с вами был тест 46 прохождение миссии пользователей а конкретно нескольких миссий еще целой франшизы инфа мус 3 это же инфа мус 3 представляете такая игра вышла обосраться бы я купил сыграла бы и вынес мозг при себе конкретно прикиньте то же самое что мы сейчас видели только короче на уровне исполнения там актерская озвучка катсцены спецэффекты и все такое прочее ну вот так вот значит был тест 46 прохождение миссии пользователей я сказал это или нет не помню вообще увидимся в следующих сериях в следующих прохождениях миссии пользователей или где-нибудь еще смотря что вы от меня смотрите и так далее спасибо за просмотр и до свидания и не ломайте себе пожалуйста мозг потому что он вам еще пригодится